Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Здравствуйте! Делать всё на пять с плюсом, ответственно подходить к своей работе и никогда не ошибаться. Сегодня узнаем, чем плох этот идеальный образ и почему в деталях кроется дьявол. В гостях у нас психолог Ксения Дубинина. А тема сегодняшней программы «Синдром отличника». Ксения, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Здравствуйте, телезрители! Итак, комплекс отличника, отличницы. Ещё говорят, комплекс хорошей девочки. О чём это? Как проявляется? Да, действительно, в самом как будто бы названии кроется ответ «Синдром хорошей девочки». Вот такая вот она вся хорошая, как и хороший мальчик. И прежде всего, мы с вами в той передаче уже упомянули о ролях ребёнок и родитель. И вот здесь, конечно, есть неумолимая связка. Ребёнок всегда хочет понравиться родителю. И вот этот комплекс и проявляется в том, что мы хотим понравиться, мы хотим всё сделать идеально, выше всяких похвал. Так ещё и не хотим, чтобы нас критиковали. Так понравиться самому себе, получается? Понравиться и себе, но ещё и окружающим, чтобы увидеть то самое социальное поглаживание, когда нас одобрят, когда нас примут. Потому что, конечно, хорошие оценки, они всегда в таком определённом как бы почёте. А почему принято говорить всё-таки именно в женском роде? Синдром хорошей девочки, синдром отличницы. Всё-таки по отношению к мужчинам, ну вот как-то я не слышала в таком обиходе. Обычно про мужчин говорят, что вот он перфекционист. Вроде какая-то тут более позитивная оценка. Ну, как будто даже похвалили немножко. Ну да. Ты такой перфекционист. Почему это гендерное неравенство-то? На самом деле, отличники тоже есть. Мы с вами сегодня ещё много раз будем в детство погружаться, потому что все корни и все ноги растут оттуда, именно в этом синдроме. Но, как и в названии комплекс отличницы, мы можем сказать, что есть и комплекс отличника. И прежде всего это, что мужчины не плачут, а слёзы от ветра. И хорошая оценка, это у нас 5, а 4, да, домой лучше не приносить. Такое мальчикам тоже говорят. Поэтому они тоже есть, просто больше мы такого можем применить к женщинам. Это и во внешности проявляется, когда женщина стремится стать идеальной во всём. Даже по отношению к своему собственному отображению в зеркале. Мужчин больше проявляется это в работе, так скажем, и гораздо меньше в внешности, поэтому больше мы про женщин говорим. А всё-таки перфекционизм — это то же самое? Можно подумать, что да, это одно и то же. Перфекционизм — это прежде всего про отношение к делам. Ну, например, перфекционизм в работе — это может быть даже очень отлично. Так для работодателя вообще, мне кажется, плюс, когда у тебя перфекционисты в твоём отделе. Но перфекционизм — он тоже как и всё хорошо в виде золотой середины. Когда человек чувствует где-то самая грань, где можно допустить ошибку. Перфекционисты и отличники именно с синдромом, да, хорошей девочки, хорошего мальчика, отличия всё-таки есть. Перфекционизм — про дела, а отличники — это больше уже про личность. А вот есть ещё такой термин — синдром самозванца. И синдром отличника — это пересекающееся явление? На самом деле термин, сейчас уже вошедший в нашу жизнь, и синдромы самозванца уже всё чаще прорабатываются на психологических встречах. Какая кардинальная разница? Синдром самозванца, он часто встречается у очень успешных людей. Когда все прекрасные заслуги — это из-за того, что ну просто так повезло. Это не я приложил усилия, это удача. А всё, что пошло не так, это только моя вина. И никакие сторонние силы, третьи лица не могут к этому быть участны. Это только я. Человек не может адекватно оценивать свои заслуги и свою роль, например, в каком-то деле. Это про синдром самозванца. В синдроме самозванца нет того, чтобы всё время нравиться, всё время заслуживать ту самую оценку. Здесь, наоборот, ты как бы немножко обесцениваешь свой вклад, например, в общее дело. И те, кто таким синдромом не страдают, могут даже перетягивать одеяло с того, кто, например, вывел весь проект в топ. А «Отличники» — это про то, что недостаточно идеально. Недостаточно хорошо. Вот тут бы подправить, тут бы подделать. Работу над ошибками, чтобы маме понравиться. Ну а мама на каждом этапе будет разная. А получается, синдром «Отличника» — это о взаимоотношениях с критикой. То есть человек не принимает её извне, боится её, сам себя критикует. То есть это вот именно про критику речь идёт. И про критику в том числе. На самом деле, те сценарии, которые мы проживаем из детства, модульные такие варианты поведения. Например, когда мы сходили в школу, принесли набор оценок, и родитель адекватно отреагировал как на пятёрку, так и на тройку или на двойку. Ведь даже если представить, как у нас родители реагировали, ну, например, на пятёрку, если она уже не первая, например. Ну, молодец. Очень короткая реакция, которая само собой разумеющаяся. А когда ребёнок приносит оценку от неё отличную, то спектр эмоций может зашкаливать. Но он может выходить ещё и в физический контур, назовём это так. Поэтому ребёнок смотрит, ничего себе. Вот на пятёрку как хорошо реагирует. Надо, наверное, мне их зарабатывать, чтобы мама всегда была довольна, и мама всегда была рада. Конечно, родителю нужно взять себя в руки и относиться к любой оценке нормально. Потому что такой сценарий... Ровно, без восхищения и без... Что там, обратное. Без негатива, да. Без негатива. Относиться одинаково. Если вы одинаково хвалите, вы одинаково и относитесь, ну, достаточно ровно, без применения каких-либо воздействий и наказаний к ребёнку. У педагогов младших классов есть прекрасный метод. Метод зелёной ручки. Он заключается в том, что когда ребёнок маленький, вот первоклашка, он начинает писать первые свои штрихи, первые крючочки. И если бы педагог начал выделять ошибки, то, в принципе, вся бы тетрадь пестрила красным. И поэтому ряд таких педагогов начальных классов, они просто берут зелёную ручку и подчёркивают достоинство. И вот в данном случае, уважаемые родители, возьмите же зелёную ручку и подчёркивайте достоинство вашего ребёнка. Принёс пятёрку — хорошо, не создавайте из этого целое событие. Принёс тройку — а спросите, а что было не так? Чем могу тебе помочь? Здесь обратная связь очень важна. А вот скажите, есть ли, может быть, какие-то категории людей, которые больше предрасположены к этому синдрому отличника? Может быть, есть там профессии какие-то или, может быть, ещё что-то? На самом деле, какой-то категории отдельной, что именно вот они были бы очень подвержены, да, там, например, как будто бы дети такого года рождения, но на самом деле нет. У любого родителя есть возможность, как воспитать себе ребёнка с синдромом отличника, так и этого не сделать. Но, конечно, лучше этого не делать. Это вы тем самым подарите ребёнку отчасти и счастливое детство, и здоровое психологическое будущее. Расскажите ещё более подробно о том, что вот значит, что всё идёт из детства. Вот ещё раз давайте на этом остановимся. Вот всё-таки из детства или вот сейчас из соцсетей, которые нам диктуют вот этот вот, мне кажется, посыл о том, что всё должно быть идеальным, все должны быть идеальными? Да, действительно, вот так посмотришь, и психологическое образование получил, и к себе уже относишься не так критично, я про себя. Ну вот, например, посмотришь на некоторых женщин, которые вот после четвёртых родов на второй день она абсолютно в прекрасной форме физической, и, конечно, начнёшь в себе сомневаться. Поэтому если про соцсети, они, конечно, на нас накладывают отпечаток, и он даже такой, что ты вроде бы такой, какой ты есть, да, про принятие себя много говорили, ты себя принимаешь, понимаешь, а вот когда начинаешь сравнивать, да, действительно, здесь такое может быть. Главное — разумно подходить к оценке себя. Если говорить про детство, оно наносит неизгладимый отпечаток на нас, на наших детей. Есть такая замечательная поговорка, да, как бы вы не воспитывали своего ребёнка, у него всегда будет с чем сходить к психологу. Но мы можем с вами создать такую среду, что говорить он будет с психологом о каких-то, ну, более-менее приятных, таких вот приземлённых вещах. Что из детства? Много родителей в своём детстве что-то хотели, но не получали по ряду обстоятельств. Например, хотели заниматься спортом каким-то большим, например, мужчина заниматься хоккеем, девочки хотели на фигурное катание, но по ряду обстоятельств, там, финансовых возможностей родителей и иных не получалось. И в детстве, родив своего ребёнка, если это будет позволять, например, финансовое положение, родители будут компенсировать свои недостатки детства на своём чаде. Тем более, когда оно такое вот, как пластилин, что хочешь из него лепи, он где-то что-то в кризисе трёх лет, в кризисе семи лет, он ещё что-то вот как-то повозникает, начнёт что-то отвергать, но всё равно родитель это додавливает. Например, мама очень хотела быть музыкантом, заниматься музыкой, но не получилось. Ходила в школу и на улицу. А здесь теперь можно и проявиться. Вот так скажем, компенсация собственных неудач. Ещё один момент, когда родитель понимает связь, что тем самым за хорошую оценку он проявляет любовь. Вот эта жестокая связка по отношению к ребёнку, когда только за то, что он берёт в своей комнате, или он, например, придёт вовремя с улицы, принесёт хорошие оценки, не пропустит ту самую ненавистную ему тренировку. Родитель может обнять, поцеловать, сказать какие-то добрые слова. Опять, да, мы всё так же окунаемся в детство. Ещё один из моментов, когда родитель компенсирует отсутствие своего времени подарками, может, даже небольшими, а просто, что ты себя хорошо ведёшь, я тебе за это покупаю. Там игрушки, потом... Получается, похвала за хорошее поведение – это вот как раз то, что приводит к синдрому отличника? Если мы гипертрофируем эту похвалу и возводим её в определённую иную степень, конечно, это может к этому привести. Есть ещё такие методы воздействия на ребёнка, как, например, если он помоет посуду, мы ему заплатим. Здесь уже идёт связка такого элемента шантажа воспитания, когда мы воздействуем на ребёнка... Рыночные отношения. Да, рыночная экономика, да, она переходит в микроэкономику, экономику семьи. Действительно, иногда думаешь, а как ещё от ребёнка чего-то добиться, чтобы он пошёл как-то на контакт. Но вот на самом деле, когда будет та самая выстроена обратная связь, когда ребёнок не будет бояться принести в журнале, в своём дневнике плохую оценку, не будет себе делать двойной дневник, ну, сейчас вот про школьников, такой забавный эпизод, когда, я надеюсь, меня простит мой родной брат за этот стритейлинг, когда у него было, ну, понятно, как и у многих, два дневника, но он один решил спрятать, но не очень надёжно, под снегом зимой. У нас частный дом, вот он его где-то спрятал, но наступила весна, и как бы всё, что он пытался скрыть за зиму, оно просто вскрылось. И когда нашёл папа, я помню, что он собрал всю волю в кулак, чтобы поговорить об этом. И так вот как бы, как следствие ввели, один дневник, там, два, три, четыре, и одни пятёрки. Поэтому родители, всё в ваших руках. А в каком возрасте проявляется этот синдром отличника? Всё-таки вот в детстве уже видно, что есть как-то зададатки вот это. Зародыши. Зародыши, да. Или во взрослом возрасте тоже оно бывает вдруг из ниоткуда? Чаще всего, когда мы видим уже, когда проявляется первый раз, когда у ребёнка появляются ситуации, где его оценивают. Сейчас эта ситуация, она всё больше и больше отодвигается. Раньше это была бы только школа, но сейчас у нас есть подготовка к школе, у нас есть бэби-клубы, где занятия также с системой оценок представлены. Когда у нас есть там солнышко, например, или тучка, вроде бы ничего такого, да, анимация какая-то. Но всё равно в этом есть такая шкала, когда ребёнок понимает, я молодец, я ок, я не ок. Да, система, я молодец, я не молодец. И он видит связку родителя. Я хорошо сделал поделку, допустим, 3-4 года. Родитель улыбается, родитель меня хвалит. Я что-то сделал не так, родитель критикующий. Это, конечно, не происходит в таких вот названиях у ребёнка, он это чувствует просто интуитивно, бессознательно, считывает эмоцию. Школа, первый, второй класс, уже ребёнок приходит с обратной связью от руководителя, от педагога. Потом это собрание, когда уже face to face нашему родителю дают обратную связь. И здесь, да, вот происходит тот самый зародыш. Потом в пубертате либо это усиливается, когда родители ещё свои определённые границы, да, продолжают чётко держать, либо оно, наоборот, снижается. Ну и трансформация во взрослую жизнь, я думаю, мы тоже будем сегодня об этом говорить, она, конечно, имеет место быть. А какие признаки, вот расскажите об этом, на каждом этапе, в каждом возрасте, может быть, и если говорить про детей, что может насторожить родителей? Ну и что с этим делать? Ну, например, ребёнок ходит в какую-то развивашку. Ну, сейчас часто она такого имеет, в основном, очень демократичный подход в воспитании, но всё равно что-то такое есть. И вот тот самый элемент поделки, когда зачастую родители с ребёнком вместе делают, и когда наблюдаешь за разными подходами в воспитании детей, даже вот в таком простом элементе можно увидеть. Либо родитель со стороны наблюдает и немножко подсказывает, как бы направляет, и какой будет результат? Ну, будет кривая крыша у дома? Ну, и ладно. Какие-то последствия, да, что для ребёнка? Он сейчас проявился. Хвалить эту крышу? Или ничего не говорить? Обязательно. Хвалите. И подчёркиваю, что ты сделал это сам. Ты большой молодец. Если хочешь, я могу тебе помочь, и мы можем что-то скорректировать, если ты считаешь нужным. Поверьте, ваш маленький ребёнок, такой же взрослый, как и вы, просто он физически пока меньше. Когда мы идём дальше, и, например, смотрим на другого родителя, как это может быть, что для того, чтобы, опять, да, вроде бы здесь есть в этой комнате, где делают поделки, и взрослые, и дети. Но когда мы с вами погружаемся в такой процесс, мы как будто все становимся там детьми. И кто-то будет поддерживающим ребёнком, включённым, тоже вместе делать, в удовольствие, а кто-то будет желать оценки от других родителей. Как посмотрят на моего ребёнка? А что подумает эта мама? А что подумает воспитатель? И он будет помогать ей сделать всё, чтобы картинка была идеальной. И зачастую даже сам сделает за ребёнка эту поделку. Получается, родитель сам с синдромом с этим? Конечно. И даже уже здесь, да, можно увидеть. Обратная связь от ребёнка очень важна. Он обсуждает всё открыто с родителем, он может спокойно рассказать о том, что случилось за день в школе. Это необтекаемые фразы. Всё хорошо. Ну и родитель как бы, ну, всё хорошо. Как бы можно даже и не обсуждать. А это действительно включённый диалог. Он может откровенно поговорить о своих проблемах, связанных, например, с учёбой. А может быть и со сверстниками какие-то, да, там, диссонансы. Потом, когда ребёнок, вы чувствуете, он нуждается чрезмерно в вашей тактильности, несмотря на то, что это первый-второй класс. Вот это тоже одни из элементов, когда ему не хватает социального поглаживания и вашей такой, вот, части заботы и любви. А почему отличники и отличницы, они не остаются в школе? Ну, где вот эта вот система присутствует, оценки ежедневно по многу раз, а всё-таки и после школы, и дальше, во взрослую жизнь переходит? У синдрома отличницы, да я думаю, как у любого синдрома, есть как и плюсы, так и минусы. Плюсы у таких синдромов тоже есть. И одни из них — это одобряемая повестка и такая положительная оценка окружения. К ней очень сильно привыкаешь. Это как тот самый лайк за фотографию, когда потребность во всём большем и большем, она такая приходит. Так вот, почему это не остаётся? Ребёнку сначала важно получать пятёрки, обратную связь от мамы, от папы, потом в институте от педагогов, там, преподавательского состава, от своих сверстников, от студентов. Потом очень хочется, например, молодой маме или уже в супружеских отношениях получить похвалу уже от своего партнёра. Например, за вкусно приготовленный обед. Сценарий поведения, модель поведения ребёнок-родитель, ребёнок хочет, чтобы мы его похвалили, а родитель в этот момент хочет, чтобы его поощрить ребёнка, он так и остаётся. А вот, кстати, когда мама или папа с синдромом отличника, как это на ребёнка может сказаться, который пока далёк от этого всего? Ну, даже если представить, например, детская площадка. Вот сидят родители. Ну, в основном, мамы по выходным, по моим наблюдениям, папы. Вот большую часть они выходят, видимо, матеря их выгоняют на улицу, гуляют с детьми. У матери, наверное, золотой час. Так вот, о чём они могут говорить? Такие взрослые родители с синдромом отличника. Мой в три читает. А твой? Ну, тот, может, уже и пишет, а может, и складывает в уме. По большому счёту, на счастливое детство ребёнка навык чтения в три года, он не влияет никаким образом. Хорошо бы читать к школе, ну, потому что, наверное, сейчас определённым образом это удобно, да, и ребёнку самому будет комфортнее себя чувствовать. Родители могут продолжить. Мой читает и ходит на хоккей. Ну, вроде рано, три-четыре. Самое оно. Он ещё потом на шахматы и на рисование. И мы его на вокал. Мне кажется, это нормальные диалоги обычных родителей. Да, наверное, такая профессия психолога, она накладывает отпечаток, и нам говорили на обучении, что наблюдение теперь с вами пожизненно. И вот такое наблюдение, оно в моей жизни присутствует, и вот я когда сама гуляю с дочкой, я такое наблюдаю. И тот самый и хоккеист, и вокалист, и художник, он просто хочет баловаться на горке. Он ничего вот это перечисленное не хочет. Конечно, есть необходимости развивать ребёнка в рамках того возраста и наблюдать за его развитием очень важно. Однако нужно и дать ребёнку прожить то самое счастливое детство. И уже научно доказано, что ребёнку будет в школе просто, когда он наиграется в период до 6-7 лет. Вот он прям наиграется в свободное своё время. Ну, а ещё всё-таки как на детей это влияет, там, что форма школьная должна быть идеально выглаженная, что по лужам не ходи, пиши идеально. Вот это про это как раз? Конечно. Ну, давайте просто представим. А это не элемент воспитания? У всего есть свои границы. Что будет, если мы с вами, да и даже просто представить, хотим ли мы сейчас залезть в лужу, в физическую лужу, да, в своих ботинках или в резиновых спагах, и там просто попрыгать? Ну, кто-то, может, и хочет, но в большинстве 80% я думаю ответит, нет, не хочу. Сапоги потом мыть. Штаны там вот это всё. А ребёнку это просто на данном этапе жизни необходимо, эту лужу. Познать её границы, проверить свою насмотренность, а я оценил лужу, а лучше, чтобы он её не оценил, и в сапог залилось. То есть вот здесь мы ребёнка, тем самым даём ему такую, наверное, ограничиваем, сужаем его возможность самому этот мир узнавать. В идеальной форме, ну да, конечно, много прекрасного, особенно, когда она каждый день идеальная, раз погладила, она всю неделю проходила, но если даже в ней что-то порвётся, это не смертельно. Пришил, и ребёнок дальше пошёл. Но мы его за это, ну такой тривиальный глагол, не пилим. Ну вот представьте такую ситуацию, если, например, во взрослых отношениях семейная пара, и у мужчин там оторвалось что-то в штанине, карман оторвался, и вот уж пошла его учить. Да мы же тебе эти джинсы купили на целый год в начале года, а вдруг у тебя ещё там подгибать придётся. Ну то есть вот перенесите такую ситуацию, как будто вы уже со взрослым человеком разговариваете. Да, есть, конечно, ситуации, когда, ну не какие-то там выпиющие или там кардинальные. Но в перечисленных примерах я не вижу ничего, чтобы ребёнка как-то очень критиковать за это. Как справиться вот с этим вот родителю? Всё-таки нервирует такая ситуация, когда всё не идеально с ребёнком? Наверное, так. Если ребёнок здоров психически, он никогда не будет удобным. А удобный — это очень даже синонимом притягивается к идеальному. И вот удобный ребёнок, он вот сядет и на пару часов засядет рисовать. Вроде бы хорошо, но даже в его возрасте как минимум нужно, чтобы у него какая-то активность за эти два часа произошла. Поэтому, дорогие родители, удобных детей не бывает. Если вы их сами такими сделали, здесь есть некоторые последствия. Та самая поговорка, что и будет о чём поговорить с психологом. Как это принять? Прежде всего, отвечайте себе на вопрос. Вот если сейчас в данной ситуации что-то пойдёт не так, насколько, а, это безопасно? Да, мы с вами все живём в физическом мире, есть границы безопасности. И насколько это там физически, психически может навредить? Если вы отвечаете там по шкале от нуля до трёх, всё в принципе нормально, всё адекватно. Ничего страшного, если, допустим, сегодня на моём ковре на детском будет открыто арт-терапия и пространство, где и краски, и мелки, и пластилин, и всё это, и кинетический песок. Всё нормально. Это процесс развития, процесс творчества. Давайте перейдём к практической части. Сейчас у нас не так много осталось до конца выпуска. Как выявить у себя этот синдром? Может быть, какие-то упражнения есть? Предлагаю очень просто ответить себе на три вопроса. Конечно, есть онлайн-тесты, они бесплатные, можно просто загуглить. Синдром отличника, онлайн-тест. Такое тоже можно сделать. От нуля до десяти. Дорогие телезрители, оцените себя. На что вы готовы пойти ради прекрасной, отличной оценки? Неважно это, сейчас вы смотрите нас, вы учитесь или вы работаете. Потому что сдача проекта, тот же самый выполненный урок, выполненное задание. От нуля до десяти. Второй вопрос. Насколько вам страшно не выполнить это задание и не выполнить его идеально? От нуля до десяти. Насколько вы боитесь, что вас потом будут не любить? От нуля до десяти. Если как минимум вы отвечаете от семи до десяти, здесь есть вопросы, которые нужно себе задать, и потом мы будем говорить и о книгах, и о фильмах, и еще об упражнениях, которые мы порекомендуем сделать. Если вы в зоне 5-6, тоже обязательно посмотрите нашу вторую часть. Есть о чем будет подумать. 0, 1, 2, 3, все нормально. Вы в границах, допустимы и такой нормы. Давайте теперь посмотрим на отличников со стороны. Порекомендуйте, может быть, какие-то там фильмы, картины, где можно это все увидеть. Действительно, фильмов очень много. И сегодня будет даже мультфильм. Я думаю, все его хорошо смотрели. Главное, по моему мнению, о диснеевской отличнице — это Золушек. Наверное, уж полы-то точно надо было идеально вымыть, чтобы заслужить любовь этой той самой мачехи. Сшить идеально платье, чтобы заслужить любовь своих сводных сестер. Надеюсь, потом с принцем все у нее наладилось. И потом она этот комплекс у себя проработала. Ну, вот отличницу можно и смотреть мультик. А вот, кстати, там же в Золушке ни разу не было позитивной оценки. Не было. Ну, получается, вот она работала-работала, но она не заслуживала этого. Я думаю, здесь еще намешался синдром самозванца, что она настолько обесценивала то, что происходило. И потом, когда прилетела фея, это было, конечно, только из-за того, что, ну вот, так случилось. Смотрите мультик, смотрите и кино наше советское, «Черно-белое», тоже прекрасно снято. Из недавнего фильм вышел в 2024 году «Сказки Гоффмана». Обратите внимание на главную героиню, это драма, но тем самым все равно проследите за ее вот этой линией жизни, насколько отличница там. Еще один фильм — это «Улыбка Мона Лиза», где у нас с вами такой институт благородных девиц пытаются вырастить, и идеальных тех самых жен. Ну вот, наверное, как не надо. Джулия Робертс как надо, как одни из главных героинь, как не надо делать. И еще один фильм — Сарджессика Паркер «Как ей все удается». Там тоже главная героиня, она и мама, она и идеальный работник. Тоже посмотрите на пример отличницы уже во взрослой жизни. Спасибо большое, Ксения. Прямо сейчас мы прервемся, потому что время выпуска у нас, к сожалению, подошло к концу, но мы продолжим эту тему через неделю. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова